Очередная инициатива отдельных конгрессменов как участники форума в Сочи отреагировали на возможность новых санкций. 14 февраля 2019 года, 21.44 Елена Зиброва, Владимир Цыгоев, Елена Петрашко 14 февраля стартовал российский инвестиционный форум в Сочи, который проходит на фоне усиления санкционной риторики США в адрес России. Американские сенаторы вновь угрожают ввести ограничения в отношении госдолга, а также энергетического и банковского секторов РФ. На площадке форума RT поговорил с представителями бизнеса и экспертами о вероятности новых рестрикций и их возможном влиянии на экономику государства. Возможные санкции против покупки иностранцами российских государственных ценных бумаг ударить под зарубежным инвесторам. Такой точки зрения придерживается первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Если речь идет о госдолге, то я уже неоднократно говорил, в первую очередь, действительно, мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это – введение санкций. RT в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят, цитирует РИА Новости Силуанова. При этом глава Минфина подчеркнул, что возможные рестрикции неприятны, но власти к ним готовы. По словам Силуанова, правительство и Центробанк подготовили необходимые меры поддержки в случае ввода санкций против российских банков. «Здесь и ликвидность, здесь и государственная поддержка банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», – заключил Антон Силуанов. «Мы до сих пор сталкиваемся с неблагоприятными факторами, они не исчезли, торговые войны, рост протекционизма и ухудшение условий мировой торговли, замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта. И то, о чем я уже сказал, постоянная угроза расширения санкций, которые провоцируют отток капитала», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего выступления на пленарном заседании форума в Сочи. «Уже сколько было инициатив американских сенаторов, но санкции так и не случились, потому что в США есть еще и исполнительная власть». «Министерство финансов сняло вопрос в отношении запрета долларовых операций российскими банками. Поэтому я считаю, что это очередная инициатива отдельных парламентариев», – прокомментировал. Обострение санкционной риторики уполномочены при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен утверждает, что предприниматели уже привыкли жить под санкциями. «Мы поняли, что санкции особо на нас не влияют. С точки зрения российского среднего бизнеса, реального сектора, мало что изменилось. Санкции даже помогают, например, не приходится конкурировать с производителями яблок или сыров. Но, с другой стороны, это ненормальная ситуация, когда мы живем в какой-то изоляции, хотя для малого и среднего бизнеса эта изоляция минимальна, мы свободно торгуем на разных рынках», – считает Титов. Фактически этот законопроект не новый, он перенесен после переформатирования Сената. Речь идет о выборах в Конгресс в 2018 году. Тот факт, что его внесли представители Республиканской и Демократической партий, не может не тревожить. Это значит, что в том или ином виде этот адский законопроект, как его называли, может быть принят. Но мы видим, что Белый дом, судя по ситуации с Русалом, старается не навредить и своим инвесторам. Тем не менее, в этом вопросе много политики и геополитики, – рассказал. А.Т. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катерин в беседе С. А.Т. Прежде всего призвал разобраться в деталях американского законопроекта. Надо разобраться в содержании документа. По большому счету российская экономика и бизнес адаптировались к санкциям. Результаты 2018 года убедительно демонстрируют, что в целом экономика работала достаточно успешно, уровень безработицы низкий, пополнялись золотовалютные резервы, вырос несырьевой экспорт. Последние два года наблюдался восстановительный рост внешней торговли, и я думаю, что в целом в 2019 году этот положительный тренд сохранится, прогнозирует Катерин. Накануне американские сенаторы от Республиканской и Демократической партии внесли законопроект, который предусматривает новые санкции против российского банковского и энергетического секторов, а также госдолга страны. Во вторник, 12 февраля, стало известно, что США и ЕС готовят ограничения в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Как заметил постоянный представитель РФ и ООН Василий Небензя, в Москве уже не обращают внимания на подобные акции Запада, также по теме валютный спуск. Курс рубля снижается вторую торговую сессию подряд на торгах Московской биржи. 14 февраля рубль демонстрирует ослабление к доллару США и евро. Курс нацвалюты снижается вторую торговую. Наряду с этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора СИГО-секретарем США Майком Помпе предостерег Вашингтон от ничем не оправданного шага по введению нового пакета финансовых ограничений за мутную историю с отравлением в британском Салсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Реакция российского рынка на сообщения о возможных санкциях последовала незамедлительно. Курс российской валюты в первой половине дня 14 февраля снижался вторую сессию подряд, в определенный момент перевалив за отметку выше 67 рублей за доллар США. Накануне на вечерних торгах нацвалюта потеряла на бирже 83 копейки к доллару, завершив день на отметке 66,51. Последний раз столь заметное снижение за сутки наблюдалось 21 декабря 2018 года. В конце 2018 года мы наблюдали снижение зависимости рубля цен на нефть, и это существенно снижает уязвимость нацвалюты по отношению к внешним факторам. Сейчас есть признаки того, что за счет принятых ранее меру российской валюты появилась дополнительная стабильность. Но, с другой стороны, существует и угроза волатильности потоков капитала, и этот фактор может стать значимым для динамики курса в течение этого года. В целом мы прогнозируем курсовой коридор на отметке 65-70 рублей за доллар США, сообщил РТ, глава Spurbank Investment Research, Ярослав Лисоволик.